В одном городе, где люди жаждали все новых и новых развлечений, консорциум пригласил акробата на следующих условиях. Сначала он будет балансировать на верхушке церковного шпиля, стоит там на голове, а потом упадет и разобьется. За это он получит пятьсот тысяч. Затея вызвала живейший интерес у граждан всех сословий. Билеты были распроданы за несколько дней, и все только и говорили, что о предстоящем событии. Вот это смелость, ничего не скажешь, но ведь и сумма какова. Конечно, не очень приятно упасть и разбиться, да еще с такой высоты, однако и плата назначена щедрая. С этим нельзя не согласиться. Консорциум, выступавший как устроитель, действительно не поскупился, и граждане по праву гордились, что в их родном городе состоится подобное представление. Естественно, необычайный интерес вызвала личность того, кто взялся осуществить задуманное. Репортеры буквально преследовали смельчака, не давали ему шагу ступить, ведь до спектакля оставалось всего несколько дней. Он любезно принимал журналистов в своем номере в лучшей гостинице города. Ну, для меня это просто сделка. Мне предложили известную вам сумму, я и согласился. Вот, собственно, и все. Но не смущает ли вас то обстоятельство, что вам придется поплатиться жизнью? Разумеется, другой финал невозможен, иначе не получилось бы сенсации, и консорциум не смог бы обещать такое вознаграждение, но все же для вас лично в этом мало радости. Да, вы правы. Я и сам об этом думал. Но чего не сделаешь ради денег? На основании этих высказываний пресса публиковала длинные статьи о безвестном до той поры человеке, о его прошлом, взглядах, о его отношении к различным проблемам современности. Много места уделялось его характеру и личной жизни. Ни одна газета не выходила без фотографии героя. С газетных полос на вас смотрел молодой, крепко скроенный человек, ничем особенно непримечательный, с энергичным, открытым лицом, живой и в меру самоуверенный, волевой и здравомыслящий, одним словом, типичный представитель лучшей части современной молодежи. Портрет его обсуждали и изучали в каждом кафе. Люди готовились к предстоящей сенсации. Все находили, что он не дурен и даже, пожалуй, симпатичен. А женщины считали его просто обворожительным. Некоторые, те, у кого ума было побольше, пожимали плечами и говорили, ловко сработано. Все, однако, соглашались в том, что это странная, фантастическая идея, какая может родиться только в наш необычайный век с его бешеным темпом жизни, век, который может пожертвовать всем. Сходились все и на том, что консорциум достоин всяческих похвал, так как не посчитался ни с какими затратами, чтобы осуществить задуманное и дать городу возможность насладиться подобным зрелищем. По всей вероятности, консорциум предполагал покрыть расходы за счет сборов. Билеты стоили очень дорого, но риск, тем не менее, был. Наконец, великий день настал. Весь квартал вокруг церкви был забит народом. Напряжение достигло предела. Затаив дыхание, люди ждали того, что должно было свершиться. И человек действительно упал. Все произошло очень быстро. Зрители содрогнулись, а потом стали расходиться по домам, испытывая, однако, некоторое разочарование. Это было, конечно, великолепно, но все же... Он ведь только упал и разбился. Пожалуй, слишком дорого заплатили они за то, что оказалось в конечном счете так просто. Разумеется, он ужасно разбился, но какая в этом радость? Загублена молодость. Полная надежд. Недовольные граждане понуро шли домой. Да, мы раскрыли зонтики, чтобы защитить себя от солнца. Нет. Следовало бы запретить демонстрацию подобных ужасов. Кому они могут доставить удовольствие? Если хорошенько подумать, то все это просто возмутительно. Нет. Немного. Это Пер Лагерквист, шведский писатель, лавриат Нобелевской премии по литературе 51-го года и рассказ «Смерть героя».